Сейчас, на данный момент, насколько я понимаю, на столе среди всех предложений лежат те виды вооружения, которые позволят нам справиться с вот этими сырокопченными волнами, с этим мясным рядом, который сейчас уже потихоньку начинает давить нас не только в Донецкой области, но и на других, скажем так. Да, да, это самое важное. Мы же видим, что они, ну, необходимо сказать откровенно, они готовятся продолжать какие-то наступательные действия или пробовать их осуществить, и нам необходимо эти атаки отбивать и переходить в наши контрнаступательные действия, отвечать мощными атаками на их атаки и таким образом их срывать, ну, помимо всего. То есть, ну, как это происходит? Ну, грубо говоря, и идут по какому-то направлению боевые действия. Они пытаются прорываться своими штурмовыми группами, которые... Это будет приблизительно еще и так, как можно включить черно-белую хронику сейчас или цветную, если есть такова времен Второй мировой войны, и как бежат, вот, да, едет несколько танков, и как бежит пехота там и гибнет в больших количествах. Вот подобно этому. То есть, мы наносим удар, отбиваем эту атаку, приближаемся, наносим свой мощный удар и пытаемся перейти в атаку мы. Вот таким вот образом. То есть, вот таким образом отбиваться и переходить в контратаки. Это наши задачи, это то, к чему мы готовимся, потому что, несмотря на всю подготовку в России, несмотря на то, что они действительно ставят все абсолютно на кон, даже судьбу государственности России, в виде, в котором они есть, мы все равно готовы противостоять этому врагу. И потому что, мне кажется, что настало время, и это уже начинают понимать на Западе, и западных партнеров надо в этом убеждать, и всех, все нормальные цивилизованные страны в том, что убить дракона, который угрожает всему миру, который пускает вот эти вот огнедышащие свои там отрыжки, либо огонь пускает, необходимо сейчас, и сейчас для этого складывается достаточно хорошее условие. Ты говорила о контрнаступлении, но, насколько я знаю, западная военная докпина предполагает контрнаступление при полном и абсолютном господстве в воздухе. А господство в воздухе мы можем получить только в том случае, если получим авиацию. А веришь ли ты, что в 2023 году мы увидим F-16 или крепленные шведские СААБы в украинском камуфляже? Действительно, роль воздушного компонента, она очень важна для поддержки наступательных действий, поскольку гроштурмовики и бомбардировщики фронтовые, они должны и призваны выполнять задачи по нанесению ударов в ближнем тылу, по нанесению ударов по скоплению сил и средств противника. И, конечно же, они делают это достаточно быстро и мобильно. По сравнению с артиллерией, понятно, вылетели, отработали, на следующий день вылетели по другому направлению и так далее. И так пока не разрушат фактически все эти укрепленные позиции войск противника. С этой точки зрения мы получили поддержку сейчас порядка 4000 ракет. Воздух, земля. Это для поражения в том числе самолетов типа МиГ-29. И мы увидели, что на примере ракет ХАРН, западных, которые противорадиолокационные, против радаров, они возымели свой положительный эффект. Для нас с той точки зрения, что много РЛС-ок противника в дальнейшем и пусковых установок С-300 были разрушены. Но сейчас вопрос авиации, конечно, он отошел немножко из публичной плащины. Мы это увидели. Но, тем не менее, я надеюсь, что мы к этому вопросу все же вернемся. Потому что я согласен, это очень важный компонент. Возможно, мы будем пытаться решить его сейчас с помощью увеличения количества дронов Камикадзе различных типов. Каких-то других компонентов, в том, чем мы можем быть сильными. То есть, ожидая прихода авиации, я все-таки верю, что мы ее получим. Вопрос только временных рамок. Нам необходимо это чем-то компенсировать. И пока этого нет, мы будем компенсировать теми ракетами, которые есть у нашей авиации. Раз. Второе. Артиллерии. Третье. Это беспилотниками различных типов. Вот то, что нам необходимо делать. И то, что хотя бы частично, скажем, меняет авиационный компонент или его дополняет.